МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рюрик, Синиус, Трувор – три легендарных варяга, которых, если верить летописцам, русичи пригласили править их землями. По легенде, Рюрик выкнижился в Новгороде, Синиус в Белозере, Трувор в Изборске, где и сегодня стоит его крест. Вы будете удивлены, но в последнее время некоторые историки склоняются к версии, что на самом деле никаких братьев не существовало. А известие о них – результат неправильно прочитанного летописцам иностранного текста. А что, если это искажение было намеренным и ошибка была совершена сознательно? Кто мог приказать это сделать? И кому было выгодно искажать историю русского народа? Великого князя Рюрика не существовало. Точно так же, как и не было никогда Киевской Руси. К такому неожиданному выводу пришли некоторые современные ученые после тщательного изучения древних документов. Некоторые специалисты уверяют – многое, чему нас учат на уроках истории, всего лишь выдумка летописцев или досадная ошибка переводчиков. Все летописцы, они работали прежде всего при дворе. Тот же Крамзин Николай Михайлович, он же при дворе работал. И, конечно, когда государь-император посматривал его рукописи, он, конечно, что-то ему нравилось, что-то ему не нравилось. И то, что не нравилось, было подправлено. Аккуратно и осторожной рукой дозволено их переставить. Первой и самой важной исторической хроникой всегда считалась повесть временных лет, которую еще в 12 веке написал монах Нестор. По официальной версии, российское государство имеет скандинавское происхождение. Такой вывод сделали историки из рассказа о воюющих между собой славянских племенах. Будучи не в силах договориться, они решили найти себе вождя за морем. И им стал варяг Рюрик. Так, во всяком случае, написано в летописи. Или нет, и мы что-то неправильно поняли. Изследователи смущала фраза летописи о том, что живут за морем. Мы трактовали буквально за морем, то есть имеется в виду с нашей позиции, вот географической, за морем, это вроде бы Швеция. Но на самом деле за морем, это имеется в виду путь движения. То есть дойти до этого места можно было морем. Или за рекой. Перевод повести временных лет рассказывает о том, что Рюрик пришел на русскую землю в 862 году. Да не один, а с братьями, Синиусом и Трувором. Рюрик осел в Новгороде, Синиус на Белоозере, а Трувор в Изборске. Однако сегодня многие историки утверждают, этого не могло быть. Дендрохронологический анализ показал, самые ранние новгородские мостовые появились лишь в 930 году. К тому же периоду относят возникновение Белоозера, а свидетельств правления Трувора в Изборске не найдено до сих пор. Ни Белоозера, ни Новгород в это время не существовали. Ну, сто лет-то промахнулись. Ну что для летописца, который творил в Киэле, уединение, что такое сто лет? Ничто. Ему переписать эти сто лет и предвинуть так, как ему видится, одна минута. Удивительно, но братья Рюрика исчезли из повести временных лет так же внезапно, как и появились в ней. Летопись сообщает, что через два года Синиус и Трувор умерли, не оставив после себя потомство. Но у современных историков есть другая версия. На самом деле слово Синиус в переводе с древнешведского означает «свой род», а Трувор, искаженная переводчиком, «верная дружина». Так неужели никаких братьев у Рюрика попросту не существовало? Тогда бы это звучало так, что пришел Рюрик с родом своим и с дружиной своей, древнерусский летописец, читал летопись на немецком языке, соответственно, на скандинавском языке. Кстати, у них еще не было письменности у шведов, собственно, и изустная традиция. И, значит, вот Рюрик все остальное он понимал, а эти два слова не понял. И поэтому записал их как имена. А что же сам Рюрик? До наших времен не дошло ни одной буквы, написанной не то, что самым легендарным варягом, но даже его современником. Все, что мы знаем об основателе Руси, сообщается исключительно в древнерусских летописях. При этом скандинавские хроники о нем почему-то не говорят ни слова. Так был ли Рюрик на самом деле? Все легендарные персонажи. Документов нет никаких. Ну, просто реально нет никаких документов. Поэтому можно придумывать всевозможные всякие там версии и все прочее. Рюрикович и вообще вся эта идеология, Рюрикович, это договоренный, что давайте от этого считать. Удивительным образом личные пристрастия летописца изменили и судьбу киевского князя Святополка. Как утверждают официальные источники, он вел долгую кровавую вражду с Ярославом Мудрым и заработал прозвище Окаянный, потому что подослал убийц к своим братьям Борису и Глебу. Однако не исключено, и тут не обошлось без исторической ошибки. Существует версия, убийство Бориса и Глеба совершили варяги по заказу Ярослава, и доказательством тому служат несколько скандинавских саг. Это выгодно было Ярославу, это же были только варяги. Убийства все совершали, какие-то наемные, ненаемные, это только они были, да, потому что они были профессиональные ребята, которые этим занимались. Многим это покажется странным, но по утверждению некоторых историков, как таковой Киевской Руси тоже не существовало. Якобы привязка к Киеву появилась лишь в 19-м столетии. Не было никогда Киевской Руси, такого государства не существовало. Русская земля, либо Русь называлась государством. Киевской Руси это придумали в времена Карамзина для связки технической совершенно вещь, для того, чтобы сделать, связать династию Романовых с Великой Вичей. Звучит невероятно, но сегодня большинство историков уверено, ошибки в наших хрониках действительно допускались, и далеко не все они имели случайный характер. Нередко это происходило по прямому приказу царей. Впрочем, теперь эти ошибки тоже стали частью российской истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова